Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Про Цветок! С вами Юлия Кондратьевна, кандидат сельскохозяйственных наук. И сегодня мы с вами разберем причины отсутствия плодоношения у вишни. Почему не плодоносит вишня? Каждый год она цветет пышным цветом. Она похожа на огромное белое облако. Но как часто бывает, что после такого пышного цветения мы разочаровываемся? Урожай очень скудный. Какие же причины? Их несколько на самом деле. Первая и самая главная причина. Для того, чтобы вишня завязала плоды, должна быть определенная температура во время цветения. Не ниже плюс 9 градусов. Но, к сожалению, у нас уже третий год. Весны очень холодные. И это сказывается на будущем урожая. Вторая важная причина отсутствия урожая на вишня – это отсутствие пылителя. Вишня – строгий перекрестник. Немногие сорта обладают самоплодностью, и то частичной. Это значит, что завязывается урожай от опыления собственной пыльцой, но он очень небольшой. Поэтому подбирайте обязательно в свой сад не меньше двух вишен разных сортов. Либо у вас на участке должна расти черешня. Черешня может опылить вишню, но вишня-черешню, увы, нет. И третьей причиной является болезнь. Наиболее распространенная и самая опасная болезнь для вишни – это манилиальный ожог. Он поражает именно цветочки. Проникая через них, споры грибка разрастаются и вызывают быстрое отмирание некроз цветков. И буквально через пару недель белое дерево покрывается бурыми ошметками цветков, листьев, завязи, иногда убивая растения за один-два сезона. Вот это три основные причины отсутствия плодоношения на ваших деревьях. Как же с этим бороться? Конечно, мы не можем изменить климат, мы не можем отменить наше весеннее похолодание. Но мы можем подобрать устойчивые, пластичные, адаптивные сорта. Например, сорта «Молодежная», «Ровесница», «Память Яникеева», «Ника», «Гриот Белорусский», «Вянок» даже в самые неудачные годы завязывают урожай. Даже в самую холодную весну они способны завязать достаточное количество вишенок и порадовать садовода-любителя. Второй момент. Опылитель. Обязательно подбираем пару своей вишенки. И не забывайте выделять для вишни хорошее защищенное место с плодородной почвой. В таком случае она сможет реализовать весь свой потенциал. Ну и, наконец, борьба с болезнями. Для того, чтобы манилиальный ожог не съел вашу вишню, не сжег ее, в прямом смысле слова, пожалуйста, во время цветения, когда первые цветочки только раскрываются, проведите опрыскивание по цветкам одним из таких фунгицидов, как хорус, силит, либо однопроцентный азофоз. Если стоит погода пасмурная, дождливая, сырая, то обработку обязательно нужно повторить в фазу полного цветения, когда все цветки у вишенки раскрылись. Фунгициды не токсичны для пчел, поэтому обрабатывать ими во время цветения можно и нужно. И не только, кстати, вишню и черешню. Об этом мы поговорим чуть позже. Итак, мы ознакомились с основными причинами отсутствия урожая у вишни. И теперь все в ваших руках. Я надеюсь, что ваш вишневый сад всегда будет радовать вас урожаем крупных, вкусных, ароматных вишен. И до новых встреч на нашем канале. Подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте вопросы, предлагайте темы. Мы всегда рады помочь нашим слушателям, нашим зрителям, нашим подписчикам. С вами была Юлия Кондратенок. И до новых встреч на нашем YouTube-канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова